здравствуйте друзья мы с вами в городе лос-алтос и здесь вот этот домик на продаже тут рядом у нас и тут у нас рядом вот улица она не безумно оживленная но достаточно достаточно оживленной улица называется сан-антонио да вот и мы сейчас пойдем посмотрим на этот дом ok lot of for me so a lot of good idea yeah let's let's make it ice it's kind of better yes yeah I'm just looking at syrup a little bit of sweet maybe vanilla or hazelnut I think it's probably hazelnut with this coffee that's good 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 yeah the master sweet it's stunning we'll take a look downstairs you're never going to want to leave downstairs never media room big wet bar я говорю девушке ты смотри какой-то подаешь а сама как будто ты риэлтор она говорит так я и есть риэлтор я лицензированный риэлтор я тут сейчас не то что продаю а так вот стою тут на стреме но ведь я не просто так бариста I'm making a video so this is how we sell houses at the leon there's a ice latte for you okay thank you very much maybe a top ну что в доме как бы три уровня мы сейчас на верхнем тут bedroom 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 вот один bedroom небольшой их тут 55 bedroom of где-то 250 квадратных метров дом где-то где-то двухтысячного года да почему три спальня наказал больше подожди сейчас посмотрим это да это туалет такой не небольшой не гигантский так да bedroom такой небольшой давайте зайдем чтобы вы видели что там есть зеркало все что положено такой замечательный столик с детской книжечкой как это кьют так вот еще один bedroom это ты считаешь bedroom а то что ты со счету сбился вот еще это не bedroom это друзья такой как бы нук уголок такой с видом вниз давай глянем с видом вниз давай глянем вот вид вниз все 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 правда хорошо когда с видом вниз хорошо так но сады выходит из спальни эти друзья я выйду из спальни вместо света вот выхожу я выхожу я друзья из спальни в неглиже а там кофе пьют а там кофе пьют под дверью ну что пойдем по лестнице вниз и посмотрим первый этаж так мы заходим в дом вот мы стоим вот у входной двери мы зашли вот тут такое помещение с риутором с пианинкой пианинка типа рояль друзья очень мило до камин понимаешь так тут же выход на улицу я пока не то чтобы тяготел к выходу на улицу но вот тем более же босиком но есть выход на улицу вот прямо тут так идем пройдем с официальной стороны это шкафчик от раздеться так я думаю ну давайте посмотрим нет не раздеться это какой-то шкафчик туалет такой без помпезности но все что нужно можно тут сделать кухня светочка ты как женщина как хозяйка как человек который построил не одну кухню что скажешь это эстетика действительно 2000 годов этот дом не вообще очень напоминает наш который мы строили да это не твоих не твой стиль да не так вообще вот кухня материалы все это очень похоже очень похоже на то как мы со света и делали все точнее света делала а я больше знаете оплачивал из кровно заработанного так это что такое это ландри ландри это пастирушечная вот пастирушка происходит вот тут даже пахнет порошком каким-то стиральным такие же кабинеты были в ландри да абсолютно абсолютно та же эстетика друзья кто видел наш фильм о свете нам доме вот так так гараж немножко 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 а мы мимо проезжали с такими дамы прижали дешевле в чем назначение вот той комнаты впереди не комнаты но вот этого пространства вот это пространство перед нами это family room так может быть здесь телевизор должен был бы быть то есть можно было бы здесь повесить телевизор тут выход на улицу это были плоские даже не сомневаюсь он там что-то мне это как-то кажется не очень нормальным смотрите а что внизу то друзья смотрите что внизу окей внизу друзья красота реально красота мы сейчас туда пойдем уже там рос и в общем говоришь что нужно использовать максимально нужно строить под землю сейчас пойдем посмотрим под землю света говорит что видно что строили люди для себя а не на спекуляцию как ты это света определяешь ну да качество качество материалов качество там тех же дверей слушайте это люди которые жили в том же пространстве в котором жили мысль это они тоже у них вот бейсмент с баром со всеми делами все это это прямо как твои дух душевные какие-то родственники да да у нас немножко по-другому было структурировано да но в общем да вот кинозалка люстра света уже не русские ли тут какие-то смотри хрустальные люстры у них ну что идем не надо баловаться помещение тут можно смотри замечательный и санузел хороший тоже свет как ты любишь до потолка плиткой выложить а нам все говорят что вы делаете зачем плитка до потолка у нас нет просто потолка у нас вся ванная комната вся ванная комната была в россии да да все ванной комнаты были плитки а нам говорят что вы делаете ну нам хотелось на тот момент да вот гостевой такой вот байдром лавита эбелла очень смешно мы действительно мы закончили стройку в 2006 а это там 2002 и полностью эстетика то есть все вот эти элементы у нас и потолок посмотрел этот вот потолок тоже такой да и на сказать что тот дом что мы строили света как раз за 4 миллиона недавно и ушел этот они хотят надо спросить мы сейчас посмотрим сейчас посмотрим просто чтобы вы видели о чем речь пошли на улицу увидим о бюро такое прям как у ленина в швейцарии так ну-ка пошли давай света колодец вот этот вот давай давай света строго давай распухают да вот тут можно сесть понимаешь ты знаешь на одной стороны шум из дороги хорошо слышно же дорогая друзья до дороги буквально метров десять только сверху она сверху ну что можно вот так красиво выйти на улицу да все это в данном случае мы смотрим на чужой дом не надо так ностальгически да да не ожидали правда мы когда думали давай-ка зайдем по нас не было мысли что такая ностальгическая линия будет но ты знаешь что света у них все-таки у них все-таки есть второй этаж у у нас ты не было у нас был только основной и под нижний это буклетик а я чувствовал какой-то русский след есть видите алекс сиров и почем вещь вещь за предлагается вот за эту сумму 3 288 ну а за сколько уйдет мы не знаем вы видите дорога рядышком дом стоит на углу светик ну давай пару слов скажи значит они хотят 3 3 миллиона может быть и за дороги за что было бы дороже стоить нет но если наш ушел до 3 800 и земли немного здесь земли 10 соток те же самые 10 соток то есть наш друг в прошлом летом ушел почти за 4 3 800 с чем-то там да я думаю что конечно дорога за дороги цена ниже вот и ну ну что сказать сделан дом он неплохой конечно да он немножко как бы не в современном стиле сделал уже современный стиль уже немножко ушел чуть-чуть да вот но вот то что мне принципиально не нравится мне нравится эти спальни которые выходят на входную дверь с одной стороны когда ты захочешь у тебя красиво так все вроде там спальни на себе чтобы пойти в туалет нужно выйти вот в этот холод сидеть гости люди вообще все если ты помнишь вот наши иранец архитектор который планирую проектировал наш дом он тоже хотел такой колодец сделать чтобы с разных этажей было видно разные этажи на детские спальни три наверху получаешь все эти дети хоть как дети хоть в трусах майка кто проснулся идут там с утра в туалет или вечером в туалет а тут у родителей внизу идет гульба там я считаю что вот ну как в моем понимании да что цена неплохая вот для того что здесь есть если кому-то дорога я бы так скажу мы покупаем локейшин 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 покупая возле дороги ты всегда понимаешь это все равно будешь продавать ниже рыночной цены потому что плохой локейшин локейшин очень шумная в доме стоят двойные окна в доме ничего не слышно но как только ты открываешь окна и тут трафика днем и ночью в общем но это правда это есть это есть вот хорошо прощаемся друзья